Всем ландшафтный привет! Мы в коттеджном поселке Миллениум парк и в этом выпуске я покажу вам, как этот сад выглядел, когда впервые команда Ройл Гарденс его посетила. Обсудим, какие задачи были поставлены и решены в процессе проектирования этого сада. Я расскажу вам, с какими трудностями мы столкнулись и в конце выпуска самых лояльных и верных зрителей нашего канала ждет сюрприз. С вами Мария Кардубаева и вы на канале, посвященном ландшафтному дизайну. На дворе зима и это смелый поступок показать сад было-стало, когда было в летний период, а стало зимой. Но на самом деле сейчас самое правильное на самом деле время для оценки ландшафтного дизайна, потому что если ваш сад зимой скучный, это значит, что ландшафтный дизайн не был тщательно продуман. Так что зима это лакмусовая бумажка, которая сейчас нам как раз таки покажет, как интересно по этому саду прогуливаться даже в это время года. Вспомним, как сад выглядел, когда мы его впервые посетили. Мы видим с вами точечные посадки хвойных растений, представляем себе фигурную стрижку газона вокруг них, видим огромную площадь паркинга. К тому же проход в сад был только по отмостке. А вы знаете, как я отношусь к отмостке. И хождению по этой отмостке. За домом открывался вид на загазоненный участок с одной композицией из выживающих хвойных растений. Именно выживающих, потому что они не были подобраны с учетом инсоляционных условий. Можжевельники скальные плохо растут в тени, они становятся рыхлыми. Кстати, о выживающих растениях. В таком же состоянии были и туи западные за летней кухни. Посмотрите на эти фантастические экземпляры, которые были просто обречены посадкой в глухую тень от летней кухни. Но зато перед нами открывался вид на красивый променад поселка с зонтами из боярышников, которое было абсолютно уместно повторить на участке, используя ландшафтный прием эхо. Также нам предстояло обыграть цветочницы перед окнами мастер спальни и решить задачу камерности для спальни, перед которой были высажены рыхлые сосны. Скажу откровенно, единственное, что мне здесь понравилось, это массивы из сосен пумелио в цветочницах у главной входной группы в дом. Это идеальное растение, которое я чистенько применяю для цветочниц и часто показываю вам на других своих объектах, например, в коттеджном поселке Никольские озера. Какие задачи были перед нами поставлены? Первое. Сделать сад камерным и уютным, при этом сохранив красивый вид на променад, разместить детский игровой комплекс, плодовый сад с малинником, горятки с теплицей и оставить газон. Сейчас я вам расскажу, с чего все начиналось. Итак, мы сейчас с вами. Вот просто вот взгляните на эту огромную площадь паркинга. Когда я увидела это мощение, я схватилась за голову и не знала, что же сделать для того, чтобы визуально уравновесить такую площадь покрытия большую. У нас было много вариантов, мы даже думали каким-то кадричным оформлением все это сгладить, но потом, когда уже поднимали сад в 3D, поняли, что нам нужна настолько эффектная въездная группа, которая будет на себя перетягивать внимание, и таким образом вы не будете так сильно обращать внимание на эту площадь мощения, которая, ну собственно, все, она неизбежна, какая есть. Вообще, в первоначальной концепции входной группы, въездной, у нас здесь между липами должны были быть скульптуры, череда скульптур, которая должна была быть связана с памятными событиями в жизни владельцев сада. Но эта концепция не была поддержана, зато была поддержана концепция такого тоже стопроцентного ландшафтного решения массива в гортензии под аллей из лип. То, собственно, мы и сделали. У нас, видите, здесь сейчас сидят гортензии метельчатые skyfall, которые мы не стали обрезать на зиму. Этому решению я невероятно рада, потому что, ну вот посмотрите, насколько бы здесь скучно смотрелся этот бы узел, если бы мы срезали наши шапки метельчатых гортензий. Метельчатая гортензия гораздо сильнее и лучше справляется со снеговыми нагрузками, поэтому вот сейчас декабрь, пока все хорошо. Посмотрим, протестируем эти массивы, как они будут выглядеть в конце зимы. Обратите внимание, что у нас выбраны в качестве живой изгороди именно еле обыкновенные, не ту и западной. Почему мы были вынуждены выбрать живую изгородь по периметру сада для того, чтобы справиться с задачей камерности? Потому что у нас разные инсоляционные условия в этом саду. У нас есть участки, где очень солнечно, а есть, где очень темно. И это никогда не изменится, потому что очень темно, это тень от дома. И в таких условиях нам нужно было универсальное растение, хвойное, круглогодичное. К универсальным круглогодичным хвойным у нас относятся только ель обыкновенная. Туя западная, даже сорт Брабант, который лучше гораздо терпит тень, чем Смарагд, туя западная была бы рыхлой в тех местах, где у нас падает тень от дома. Поэтому, ну, собственно, вы видите, да, как здорово мы камерно закрылись великолепно от соседа. Вспомним, как здесь это было решение до нас в виде сосен таких рыхленьких, да, и совершенно ничем мы особо не закрывались. Следующая задачка, которую нам предстояло решить, это разместить огород, плодовый сад, теплицу, грядки, малинник. В этом саду не так много пространства для того, чтобы разместить, ну, такую несколько утилитарную часть сада. А у нас был либо солнечный вот этот пятачок, который осматривался полностью как на ладони с въездной группой, либо территория за домом. Но мы категорически не хотели за домом размещать все эти грядки, потому что мы решили, что там будет исключительно декоративный сад. Поэтому наше решение с живыми изгородями, формованными из ели, собственно, позволило нам как раз-таки здесь прекрасно разместить все эти грядки. Тень на них не падает от живых изгородей, но при этом мы их не видим, все эти теплицы и грядки, заезжая на участок, потому что здесь у нас плотная живая стена из ели обыкновенной. Здесь достаточно солнечно, мы смогли себе позволить и плодовые кустарники, и даже виноградник, теплица 3х3, грядочки, плодовый сад из колоновидных яблонь мы с вами видим. И я сейчас прохожу мимо малоархитектурной формы с цветником теневым. Что они здесь делают? Что это все делает в плодовом саду? Дело в том, что именно на этот пятачок падает очень плотная тень от гаража, и мы с этим ничего никогда не сделаем. Поэтому было принято решение, что да, окей, те места, докуда тень не достает, мы можем смело размещать грядки, плодовые деревья, малинник. А вот там, где у нас плотная тень от здания, мы решили украсить это пространство красивой малоархитектурной формы и теневым цветником. Причем очень красивый вид на эту малоархитектурную форму открывается, когда мы идем в основной дом. На этом транзитном пятачке, проходя мимо огорода, мы опять же не видим никакую теплицу, мы не видим грядки, мы видим красивую малоархитектурную форму, которая в том числе красиво подсвечивается и в вечернее время. Следующий вызов, который ждал нас на этом объекте, это моя любимая отмостка. Проход в основной сад за этот дом исключительно может быть только по отмостке. И для того, чтобы решить эту задачку, я решила, что нам просто необходима здесь какая-то красивая локация для того, чтобы максимально сгладить это путешествие в сад для гостей, которые будут сюда приезжать. Поэтому здесь было решено сделать такую некую зеленую комнату, сделать такой шоу-сад с красивым зеркалом, с патинированием, с патиной. Кстати говоря, было два важных вопроса, которые я хочу сразу озвучить по поводу эксплуатации этого зеркала в саду. Это зеркало на протяжении всего сезона никто не протирал, не мыл. Вы видите, что даже здесь вот те незначительные, можно рассмотреть какие-то следы от влаги, они нивелируются патинированием. То есть они не видны благодаря вот эффекту патины со старинного зеркала, которое мы выбрали изначально. И второй вопрос, который нам задавали, не бьются ли птицы об это зеркало. Ни одной птицы не было утрачено за сезон 2022 года. Ну, признаться, сказать вообще для меня вопрос несколько был странный, потому что я прям представила себе блокбастер, где птица видит другую птицу и летит на тара. Ну, вот не знаю, насколько бывает такое в жизни или нет. Но, в общем, здесь мы птицы не теряли. Одну птичку потеряли на летней кухне, потому что там были идеально прозрачные стекла, и, да, птица просто не увидела стекла. Но в зеркала у нас тут птицы не летают, не таранят. Итак, мы здесь сделали зеленую комнату шоу-рум, потому что это была транзитная территория в сторону основного сада. То есть это был такой транзитный путь. Но этого мало. То есть для меня этого мало. Сейчас вы когда вместе со мной пойдете по совсем узкому горлышку между домом и живой изгородью, вы поймете, что нужно было еще что-то придумать для того, чтобы вытянуть эту отмостку. Пойдемте со мной. Вот посмотрите, вот оно, то самое узкое горлышко, неудобное, когда ты просто вынужден идти вдоль фасада дома и забора участка, да, или там живой изгороди. Что мы здесь придумали? Здесь в перспективе должны появиться малые архитектурные формы, красивые по индивидуальным эскизам подсвечники, которые будут украшать вот это пространство вместе с теневым цветником. То есть мы будем здесь видеть красивую зеленую фактуру растений и малые архитектурные формы. И когда мы будем здесь прогуливаться и видеть эту красоту, мы не будем замечать, что мы идем вдоль фасада дома. Мы не будем смотреть вообще на фасад, потому что это неинтересно, ну незачем смотреть на фасад. Интересно рассматривать вот эти подсвечники, интересно рассматривать цветник. Вот такие вот узкие, неприглядные, скажем так, неудобные участки, да, нужно всегда вытягивать какими-то изюминками. В данном случае это малоархитектурные формы. Итак, мы с вами оказались на основной части участка, декоративной. Здесь еще не закончены ландшафтные работы, но в этом году мы много чего сделали. Вы можете наблюдать здесь зонты и зырги, вы можете наблюдать здесь уже цветники. Мне нравится вот эта вот природная, естественная красота увядающихся цветей. Здесь сейчас осталась большая площадь газона, и мне очень не хватает бордюра из заформованного, стриженного кизельника и массива в гортензии по периметру. Но пока было принято решение максимально оставить газон для внуков. Но я надеюсь, что когда-нибудь все-таки эта идея реализуется, потому что мне не хватает вот здесь этой фактуры сада. Вот, ну, скучновато, понимаете, когда ты видишь вот просто вот эту вот ровную простынь. Гораздо интереснее, когда в саду есть зеленая архитектура, когда есть какие-то зонты, когда есть кубы, когда есть живые изгороди. Что хочу сказать. Вот здесь вы видите, что мы упразднили композицию из выживающих хвойных растений и не стали ее повторять, подобрав более подходящее растение. Вот здесь мне на фасаде не хватает красивого элемента в виде панно с такими ландшафтными лентами, которые, я надеюсь, тоже появятся и скроют технический ящик. Вот, это будет прямо украшение. Это будет такая, знаете, как огромная гигантская картина в саду. Мы видим с вами, как у нас появился детский игровой комплекс. Со стороны мастер-спальни он скрыт композицией с хвойных растений. А цветочницы, которые сейчас вы наблюдаете, на самом деле, первоначальной концепции, мы видели здесь массивы из сосен-пумелио, в которых должны были быть тоже ландшафтные ленты, такие же, как на нашем панно. Но пока тоже было принято решение украсить сад максимально цветниками. Пока здесь внуки, которым очень нравится, как цветники прорекают большое количество бабочек. И к тому же ландшафтные ленты показались владельцам сада пока опасными для маленьких детей. Но если когда-нибудь эта концепция реализуется в этом саду, это тоже будет здорово. И гораздо более фактурнее выглядеть в зимний период, нежели цветники. Это важно. Обратите внимание, мы не стали закрывать вид на променад. Мы внедрили и повторили где-то тоже зонты, такие же, как у нас за участком. Вот смотрите, видите, зонтики на променаде из боярышников большие, такие роскошные зонты. Мы их повторили. Вот у нас здесь тоже боярышники около калиточки. Очень здорово выглядит в летний период. Вот здесь у нас композиция из хвойных растений продолжится. Это еще незаконченная композиция. Но я хочу сказать, что она не будет высокой. Она никогда не закроет вид на променад. То есть вот мы видим за забором на променаде хвойную композицию. Вот представьте, что она точно так же здесь и повторится. Таким образом, мы словно стираем границы, словно увеличиваем территорию нашего участка. Итак, мы оказались с вами в том участке сада, где была такая интересная задача. Мы видим с вами окна в пол. Это спальня, которая смотрит прямо на соседний, на соседский дом. Что мы сделали? Мы заложили живую изгороди, из елей. Вы видите, что она с таким неким как бы углублением, она п-образная. Для чего? Для того, чтобы у нас вот здесь появилось три скульптуры. Три красивые девочки должны здесь появиться, на которых будет любоваться хозяйка спальни. Три скульптуры появились не случайно. Дело в том, что внутри, в помещении существуют картины триптих. Картины, которая состоит из трех частей. И мы решили, что будет здорово, если картина из трех частей будет перекликаться с серией из трех скульптур перед видом спальни. Ну, а подбивают эти скульптуры папоротники. Настало время для сюрприза, который я обещала в начале этого видео. Скоро Новый год, и я не могла оставить без подарков наших самых лояльных, верных и добрых зрителей. Поэтому мы отобрали десять человек и напечатали вот такие вот календарики с нашими визуализациями проектов садов. Кто-то получит большие настенные календари, кто-то получит настольные маленькие, компактные календарики. На экране вы сейчас видите десять счастливчиков и десять ников подписчиков, для которых вот мы сделали такой подарок. Я вас прошу написать на нашу рабочую почту ваш почтовый адрес, для того, чтобы мы могли вам отправить эти подарочки. Но после того, как вы напишите письмо со своим почтовым адресом, обязательно, обязательно напишите комментарий, в котором вы укажете, с какой электронной почты вы нам отправили письмо во избежание каких-то недоразумений. Ну, например, у вас ник Анастасия Авокадо, у вас почта, допустим, тоже Анастасия Авокадо, вы пишите на нашу почту свой почтовый адрес, там, девочки, привет, спасибо, жду календарик вот по такому-то адресу, и тут же в комментарии пишите, девочки, с почты Анастасия Авокадо, я вам отправила письмо, и мы будем точно понимать, что именно вы нам прислали свой почтовый адрес, что вы тот самый счастливчик, для которого мы напечатали эти календари. С вами была Мария Кардубаева, всем чудесного продолжения дня, и прекрасного настроения, пока-пока! Субтитры Субтитры Продолжение следует...